Тренировка фигуристов Тренировка фигуристов Тренировка фигуристов по всему миру. Заниматься с детьми в таком возрасте было непросто, сама еще почти ребенок. Были и слезы, и необдуманные решения, но в нее верили. Верил первый тренер Екатерины и верил директор Ледового дворца Вячеслав Белов. Родители начинающих спортсменов не боялись отдавать своих детей под ее опеку. Я сама до сих пор поражаюсь, как можно было провести 16-летней девочке ребенка, которому 3,5 года. Я вот сейчас думаю, неужели бы я смогла своего ребенка отдать. Ну, наверное, если педагог улучшает доверие, да, и мастерство у него на уровне, я думаю, это в принципе нормально. В 18 лет Екатерине пришлось закончить следовыми шоу и сосредоточиться на работе с детьми. Сейчас на льду проводит порядка 24 часов в неделю. Хотел бы больше, если бы была возможность. Тренерского опыта у нее уже достаточно, хотя себя считает еще совсем зеленой. Но вот результатами своих воспитанников может похвастать. Несколько дней назад, к примеру, фигуристка Дарья Гриднева выиграла золото в Сочи на Кубке Галактики. Даша на коньках уже порядка трех лет. Есть желание, а главное фигурное катание ей приносит удовольствие. Наверное, это в первую очередь заслуга тренера, считает мама девочки. И как тренер мы очень довольны, потому что человек, который стремится, талантлив и требует от детей то, что в спорте должно быть. Чтобы работа приносила плоды, нужно ею болеть, признается мастер спорта по фигурному катанию Екатерина Дунаева. Она не просто болеет, а живет работой. А свою тренерскую карьеру она уже по праву может считать успешной. Все-таки главная награда для нее это не медали воспитанников, это нечто гораздо более важное. Потому что меня окружают улыбки детей, а это самое главное. Когда ты каждый день выходишь с удовольствием на этот лед, работаешь ради них, не покладая рук, не жалея себя, ты, мне кажется, лучше. Ради этого, наверное, стоит просыпаться, потому что для детей.